Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет! И я продолжаю прохождение за Авраама Линкольна, Seedmare Civilization VI на последнем уровне сложности на Божестве. Подробности этого прохождения, как и сейв, чтобы вы могли проходить вместе со мной в первой серии, переходить туда, ссылка в описании в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала, ну и там все подробности рассказываются. Ну а спонсоры канала все серии, по идее, должны видеть сразу. Большое спасибо вам за поддержку в это тяжёлое время. Что ж, продолжаем. У нас тут буквально 7 ходов осталось до средних веков, и я думаю, что нам всё-таки лучше в тёмную эпоху, а не в нормальную как-то. Вряд ли мы в золотой век сейчас выйдем. И у нас 3 очка до норм... нет, 4 очка. 4 очка до обычного века вполне нам по силу их не набрать. Кроме того, надо поменять политический курс. Что я хотел поставить? Я тут открыл... Так, вообще мы в теологию идём. Так, я хотел поставить точно создание поселенцев. Поселенцев. Так, ещё раз давайте посмотрим. Вроде я все клетки выкупил в прошлом ходом, который я хотел. Поэтому точно вместо выкупа клеток поставим создание поселенцев. Дальше. Вот первого посла тоже надо убрать. Может, всё-таки юнитов? Хотя у нас... ну... Мне сейчас юниты не нужны. Имхо. Вообще не нужны. Так что давайте просто на создание строителей. Возможно, буду строителей делать. Так. Значит, здесь у нас поселенца строим. И следующим ходом, кстати, купим поселенца. Зашибись. Слабое извержение вулкана. Тут. Просто стоим на побережье, обстреливаем вот это вот всё. Периодически. Даже тоже подойдём. Вот так будем просто стоять. Вот котелук открыть и вернуться апнуть. Чё я вот мечников открываю? Давайте, слушайте, давайте, наверное, реально... Ну, всё-таки уже дооткро... Хотя, нафига мне их дооткрывать? Давайте верховую езду и потом только мечников откроем. Вообще... А, вообще нам ученичество надо. Блин. Чё я туплю? О, у нас верховая езда и ученичество. У нас же тут промышленные зоны, которые будут... Крутые юниты давать с плюс пять силы. Сидим, тупим. Просто квадри... Компьютер просто квадриема отводит. Типа... Не буду никого обстреливать. Очень интересно. Ну, я пойду апну лучников всех. Так. Тут караванчик добегался. Ну, наверное, из Чикаго надо отправить. Чикаго. Так, аванпост, аванпост. Дружба с сандок закончилась. Слушайте, а давайте к ней делегацию ещё отправим. Уже денюжки-то есть. О. Бзинга готов кофе нам продать. Сколько мы тут ещё раз? Три золота в ход. Нормально. Двадцать четыре и три золота в ход. Так, а лошадей ещё не предел? Ещё не предел. Так что лошадей я пока продавать не буду. Ой, блин. Не купил посела. Это я не прав. Как бы считайте минус ход, да? Так, ну этого поведу сюда. А вот этого построенного уже сюда, наверное. Ну, либо сюда, либо сюда. Не знаю, ещё подумаю. Так, монумент готов. Блин, надо было всё-таки эту клетку ещё выкупать. Ну, я бы уже тут ставил, честно говоря, кампус. Чтобы у нас всё-таки Вавилон. Я боюсь, что мы от него сильно отстанем, иначе. Производство тут есть. Блин, я бы, наверное, в Монгомере уже светилище построил. Нет, не продаю пока лошадей. Я бы уже светилище построил и, может, миссионеров купил. Ну, не будет оно само распространяться. Тут у нас 27 ходов пишут. Ну, тут мы точно поставим писание. Я, наверное... Блин, или поселенцы всё-таки строить ещё, а не покупать. 5 ходов строится. 180 или 185. Значит, устроится 5 ходов. Я себе карточку поставлю. Будет 13+. То есть, 30... Ну, 31 считайте. 31 до 185. Мне не хватает 140. 140, 30. То есть, тоже те же 5 ходов. Те же 5 ходов. Так, ну, карточку я всё равно упал. Я просто думаю, что её, наверное, ставить вместо плюс 50%. Понимаете? Так, я бы, наверное, вот сюда вёл. Давайте заодно мы тут скаутом станем, чтобы контролировать. Давайте я меняю карточку на создание поселенцев. То есть, мы купим примерно тогда же, когда и построим. Плюс это производство тут добавит. Вместо строительства поселенцев тут что-нибудь здание построим. А именно, светилище, интербиблиотеку. Сам Док опять объявляет войну Юлию Цезарю. 440, 470. Отлично. Народ воюет. Самая большая армия, они между собой воюют. Здорово. Я считаю. Так, пока стою, жду возможность апнуться в мечника. Их пока не открыли. Так, и один посол, наверное, пока не буду никуда отправлять. Видите, я ещё строю здание именно для того, чтобы использовать бонус ают-хай. То есть, грубо говоря, я получу 46 производства. То есть, я должен получить 4,6 культуры, когда я закончу светилище. А строил бы я поселенцев, я бы этого не получал ничего. Так, исторические хроники мы как раз через 4 хода должны ускорить. Их и открываем. Храм Минакши построил кто-то. Машиностроение ускорили. Сейчас будем качать наших лучников как раз вот на этих всех корабликах дебильных. А они нам ничего не могут сделать, потому что у них радиус одна клетка. Так, стоим здесь. Ждём прибытия посела. Монгомери растёт. Ричмонд не растёт. Ну, он может расти, но у него просто еды нету. Ладно, Чикаго растёт. Семь ходов до ученичества. Я же уже вышел в Средневековье. А, я здесь не... Не, подожди, так я... Закончится эпоха раньше, чем я... Да, эпоха закончится раньше, так что нормально. Вроде пока нигде тут очки не получаю ни на чём. Напоминаю, я хочу, чтобы этот город-государство превратился... Ну, собственно, этот варварский клан превратился в город-государство. Надо будет только вот этот шёлк выкупить и вполне... Святилище. Ну, нам тут дали какую-то культурку сейчас. Добавилось. Так, теперь, наверное... Ну, я бы, наверное... Или библи... Ну, вообще, две науки всего. Нет, давайте храм. Чтоб там потом Гурдвару можно, например, было... Купить. Правительственная площадь. Не в этом городе будем. Монумент водяной... Ну, мы водяной имеем в виду точно пока нет. Знаете что, давайте монумент сначала. Всё-таки... О, эти киты. В третьем радиусе здесь будут. Наверное, всё-таки тут буду гавань ставить. Но, в принципе, какая у нас... Какое у нас плохое место? Просто я вот каждый раз на это смотрю. Каждый раз. Я думаю, нам не надо поселенцы этого защищать. Тут мы всё видим. Варварский клан здесь. Нормально. Никто не появится новый. Вроде. Да, по очкам отстаём. По науке. Но только, ну вот, Юлий Цезарь, конечно, как-то... Плоховато развивается. И... Тёмная эпоха Средневековья. Бонусы соседства для кампуса я бы поставил. Давайте, наверное, вместо строителей. Так, подождите. Я могу ещё какую-нибудь ГВ-шку засоюзить, попытаться. Так, Йоханнесбург. Могу засоюзить. Плюс производство за каждый улучшенный тип ресурса. Давайте Йоханнесбург засоюзим. Значит, смотрите. Тут точно ставим соседство... Ну, натурфилософию. Наверное, просто вместо производства. А здесь первый посол. Вот так. И... Опа. Это уже следующая эпоха. Можно набирать очки. Как раз нужно даже. Я единственный в тёмном веке. Так, за что мы будем... Каждый город, обращённый в основанную вами религию? Плюс два очка. Так. Здесь уже пора... Ой, блин, я не успел. Я тупанул всё-таки с поселенцем. Мне ж не хватило... Фак. Да. Закончилась эпоха, я не могу купить поселенца за веру. Блин. Ну, кстати, покупаем тогда миссионера. Да, чё-то я... Я не доделал один, получается... Одного поселенца не доделал. Мне ещё один поселенец нужен. Всё, тут минус одиннадцать уже. Надо... Надо... Надо Виктора, наверное, брать. Ну, сюда надо всё равно размещать город, как и здесь. И выращивать. Ну, тут начинаются проблемы, видите. Тут, конечно, такая большая лояльность из-за того, что мы в тёмном веке, а Рим в нормальном. Но всё равно это... Тяжело. Газгаргаму и Ханнесбург хотят обращения в веру. Ну, в общем, сейчас мы миссионеров чисто будем за веру покупать. Так... Слушайте, храм Артемиды. Храм Артемиды. Я бы построил вот здесь. Тем более, что он не будет ломаться, по-моему. Я не уверен, правда, но... Я бы здесь поставил храм Артемида. Давайте три хода, это здорово. Амбар, может быть. Хотя строителей можно... Давайте, наверное, строителей всё-таки. Пока. Чикаго недостаточно жилья на производство. Да, что-то я тупанул, конечно, с этим... С поселенцем. И сейчас тяжеловато, надо бы их оба сразу одновременно ставить, чтобы они влияли друг на друга лояльностью. Чёрт. Да, неприятненько. Так, удваивает очки. Слушайте, там... Нет, давайте лучше не удваивает, а... Учёных не начисляет. Хотя, слушайте, они часто голосуют... Они часто голосуют, чтобы удваивали флотоводцев. Давайте удваиваем флотов... Флотоводцев. Сто процентов к типичным бонусам при отправке. Давайте культурный. Ну, тут сложновато угадать, на самом деле, что компьютер хочет. Не начисляются пророка и отправляются в торговый. Прикол. А разве не все уже религиозные? Нет, не все. Ну, кстати, прикольно. Нам это выгодно, как... Основателю религии. Так, вышли в Средневековье. Ну и надо промышленные зоны. Видимо, я тут буду промышленную зону ставить. Мне кажется, имеет смысл сразу еще миссионера. А на нашем континенте кто-нибудь религию основал? Неизвестный, неизвестный, неизвестный. Да, только я. Ну, я, правда, мы еще одного не встретили. У нас кто-то еще неизвестный чувачок есть. Которого встретили мои соседи, но не я. Маловато, конечно, правда, опыта дают. Все, лишь один опыт, когда так вот обстреливаешь. Ну, тем не менее. Так, давайте мечника откроем тоже, апну его. Блин, может не везти тогда туда и сюда лучше. Ну, потому что... Блин, минус 13 уже. Это очень тяжело будет. Вот тут на минус 6 еще можно поставить. Давайте Рейму пока возьму. Назначу в Чикаго, но потом пересажу в новый город. Да, ну места у нас грустненькие. Я вот все смотрю и как-то нам так... Внеочередная, но это без нас проходит сессия конгресса. Ну, сессия конгресса проходит без нас, а вот что с нами проходит, так это... Ваши лайки к видео и комментарии не забудьте, не забудьте, пожалуйста. А если очень нравится, то можно стать спонсором канала, чтобы быстрее получать весь контент. Подписаться, если вы еще не подписались. Вот сейчас появляется где-то плашка, которая вас к этому призывает. Либо заглянуть на мои социальные сети, которые есть. Супер спасибо оставить. Либо просто через PayPal прислать какую-то денежку. Поддержать в это тяжелое время. Спасибо в любом случае всем, кто смотрит и всем, кто поддерживает. И продолжаем нашу битву с тундрой. Так, надо вот этот кораблик, я думаю, как-нибудь завалить все-таки. Так, сейчас производство в Ричмонде добавится. Плюс 14 сразу. По-моему, зашибись. Так, обращение через 8, через... Я бы на Газгаргаму сейчас пошел и Йоханнесбург обращать. Слава, вот видите, хорошо не подвел туда поселенца. Был бы сейчас ранен. Так, а вот тут я бы уже, наверное... Хотя можно и священное место на плюс 3 поставить. Хотя нет, давайте тут центр коммерции. Вот сюда. В общем, можно попробовать тут... Ладно, все равно центр коммерции. Я бы, знаете, я бы, наверное, священное место вот сюда поставил. То есть надо овец тут убрать. Ну, блин, тогда центр коммерции, наверное, вот здесь был бы лучше, да? Я уже не смогу его? Нет, не могу. Блин, зря я его сюда бахнул. Цена была центр коммерции. Мы тогда еще плюс 1 священочки бы давали. Так, мореходство откроем. Тут надо китов обрабатывать, крабов. В будущем. Так, что построили? Библиотеку. Оракул. Отлично. Артемида моя, походу. Тут дофига счастья. Я постоянно... Мне мед постоянно необычно, что это лагеря. И поэтому у меня не соображается, что я рядом с ним могу Артемиду построить. А так она вообще дофига довольства тут дает. Потому что раз, два, еще тут мы сделаем три, четыре. Нормально. Вот пять еще. Вот это все влияет на Артемиду и добавляет довольство. Тут еще это еду дает в столицу. Сахар готовы нам продать. Покупаем. Так, а вот лошадей уже можно продавать. Шесть лошадей. Ну, я бы вот шесть и трех продал скорее. Вот так. Чем двадцать девять. Так, нормально. Двадцать девять всего же за семьдесят пять и два золота в ход. Что-то слабенько, да? Так, а железо? Не, так не хочу. Ой, мы точно в героический должны выйти, потому что плюс два за каждый обращенный город – это норм. Так, рабочий. Ну, тут тоже давайте, наверное, святилище. Потом амбар. Так, а у нас, знаете что, лесопилки бы? Лесопилки нужно открыть. Собственно, их строить вот здесь. Я вот так пойду лесопилка, лесопилка, а здесь лагерь и предприятие. Так, готова Артемида. Ну, храм, гурдвара, еда, вот это вот все. Еще ГГшку убили. Ну, это, наверное, уже не на нашем континенте. Так, война как-то... Корея теряет армию. Плюс один к жилью. Ну, там, в принципе, у нас пока достаточно жилья. С другой стороны, первого посла можно убрать. Опять плюс два к влиянию. Изоляционизм не будем ставить. Блин, может, монашество поставить? Кстати. Знаете что, давайте монашество. Я понимаю, что у нас и так культуры мало, но... Зато у нас дофига науки станет. Шестьдесят. Смотрите, догнали как. Так, пока не покупаем миссионера, будем гурдвару покупать. В Монгомере. Всякий случай отхожу, чтобы урона не получать от этих. Ну, пока одни галеры. Тем не менее, квадрирема может подкрасться. Так, пожалуй, оборонительную тактику откройку, что у меня что-то сомнение, что мне кто-нибудь тут войну объявит. Так. Древние стены, три разных района, две галеры, два морских ресурса. Все могу ускорить. Да, наверное, надо в универы идти. Я просто пока не вижу смысла строить промышленную зону. Мне юниты не нужны. То есть, можно отложить пока. И производство она тут мне много не даст. Понимаете? Ну, то есть, они мне латники только дают. Латников даст. Бимбонзинга чай готов продать. Ну, а, наверное, пока просто стоим этими лучниками. Блин, или мне, может, наверное, надо меха сначала, и потом сразу предприятие тут поставить. Значит, мне зарядов не хватит. Так, а что, пройти нельзя насквозь, да? Плохо! Ладно, пошли так тогда к Йоханнесбургу. Блин, минус 13. А, он город поставил. Блин! Да, наверное, надо куда-то вот сюда ставить, я думаю, вот на этот снег. Хотя, блин, тогда так мало клеток для обработки. Так тут и так мало клеток. Не, наверное, знаете, что надо вот сюда ставить, где я стою сейчас. Нам минус 6 хватит губернатора нивелировать. Да, конечно, появление в тундре без бонусов на тундру, это, мягко говоря, очень хреново. Но мы сейчас Рейну в этот город перебросим. Да, кстати, следующий у нас последний из столицей конфедератов был Данвилл. Вот. А Новый Орлеан был самым большим городом. То есть, все-таки мы Новый Орлеан оставим. Там Франциско вообще тогда деревенькой был. Хотя нет, как деревенькой, там уже началась эта золотая лихорадка. Уже, наверное, довольно развитая. Перебрасываем сюда Рейну. Бля, почему минус 15? Было ж минус 7. О-о-о. Так, а как мы тут... Давайте мы, наверное, амбар сразу купим. И монумент сразу купим. Иначе мы тут ни хрена не вырастим. Да. Грусть, печаль. Даже нету смысла покупать строителя, потому что тут обработать нечего, чтобы он рос быстрее. Минус 6. Может, лучника сюда, что ли, посадим? Да, далековато до следующей эпохи. Есть амбар. Тоже храм к Гурдвару выкупить. Так, сколько Гурдвара стоит? 250 дорого. Ну что, промышленную зону? Что-то не хочется. Давайте, знаете что? Давайте тут один ход откроем гавань. И я, пожалуй, в Монгомере вот сюда один ход отложу пока производство. Тут вот гавань поставлю в Монгомере. Нет. Отклоню. Надо посмотреть, кстати, кто там что за меха мне даст. Не, ну, дипломатические очки я точно вообще не даю. Оп, взял лагерь пушь, шлайдер, старш. А, нет, просто приближаются. Ну, приближаются. Не страшно. Надо, кстати, этим ребятам тоже денежки давать какие-то. плюс 30 процентов к производству при создании гражданских юнитов. 250. Ну, ладно, гавань. Не знаю, почему-то почему-то больше гавань хочется, чем центр коммерции. Тем более, что тут соседство можем для промышленной зоны сделать, а не для центра коммерции. Так, что дальше? Ну, я в образовании шел, потому что я вряд ли ученого получу. Там народ настроил компусов. Да, у меня тут слабенько по сравнению с другими, со всеми. Корея вон 13,8 вообще капает. Но у меня благодаря карточке я недалеко по науке. Но карточка темного века когда-то... О, в плюс все-таки пошло. 2,7, слава богу. Так, Баффало уже не отваливается. Ну, как мне вот там сверху город ставить, я пока не представляю себе, честно говоря. Именно из-за лояльности. Плюс столько советских оборонительных зданий. Может, стены? А сильные там ускорю. Так, два хода открывается. Что-то не хочется стены строить. Подкрадываемся. Убиваем. Тяжко. Ну, что Нгасгаргаму, что Йоханнесбург хотят обращения в мою веру, поэтому я и занимаюсь этим. Вообще, можно и миссионера еще одного купить. Ну, Данвилл сам обратится, по идее. 8 ходов. А если я Нгасгаргаму обращу, то еще быстрее будет. Так. Ну, наверное, надо уже Пингалу брать, этого парня ну, Пингалу в столицу. В общем, у меня очень маленькие города будут. Так, а куда Магнуса? Ну, вырубать я тут ничего пока не собираюсь. Просто потому, что иначе у нас ресурсов не будет практически. Блин. Так, тут что хотят? Сандок готова селитру продать, но мне не нужна селитра. Сейчас это уж точно. Блин. Так, храм построен, Гордвару купим, ну, наверное, библиотеку. Или мельницу, чтобы хотя бы еще чуть побыстрее. Видите, древние стены и так за один ход могу построить. Давайте древние стены построим. Ну, производство 14. Это, конечно, мощно. Будем союз скорее делать. Ну, я тогда скорее всего буду воевать с Римом. Не, пожалуй, ничего не будем тут нового ставить. у нас очень неплохие бонусы капают. Можно вот воина в мечника или просто деньги давать этим ребятам. 8 очков развития получит. Кстати, я каравеллу могу появиться возле Ричмонда написано. Неужели опять она здесь появится? Блин. Так что это все-таки наверное не зависит от того выкупа. Я думал, что она здесь появится. Но если около Ричмонда, то извините, она вот тут опять во льдах появится. Это нахрен надо. Давайте просто дадим ему денег. на 13 ходов интересно могу я чаще не могу хочу быстрее чтобы тут город государства появился. Да я реально могу весь континент наверное в свою религию запихнуть. Мне надо больше наверное миссионеров покупать и пытаться дальше там Корею обращать Рим Блин, а что он с Гаргаму так тяжело обращается? Потому что жителей мало. есть древние стены ускорили библиотеку построим Катя храм Махабодхи могу вот здесь да надо ли только другой вопрос Блин рабочих надо бы уже побольше сделать ох так давайте продадим лошадей не что-то много давай вот 20 15 те же деньги предлагает так что железо и железо нормально 20 железа 9 вход в принципе меня устраивает о каравеллы уже появляются все все-таки баффало начинает но сейчас вырастет следующим ходом побольше будет лояльности нормально до нужны рабочие какие-то караваны на еду в баффало отправлять чтобы что-то росло здесь о протестантизм основали в юханесбурге выполнили задание отлично мне кажется надо просто в этого надо миссионеров отправлять в рим газгаргаму постепенно само обратить я два заряда туда потратил что-то как-то немного мне это дало почему-то так рынок я тут строю дополнительное жилье тут наверное стоим внутри добавляем хотя наверное знаете кто-то вышел уже в арбалеты поэтому лучник не считается сильным юнитом и поэтому не добавляет лояльности скорее всего так наверное мне надо в арбалеты выйти и апнуть вот этот который тут стоит пока в плюс потому что вырос этот я наверное вот у нас сейчас будет два еще каравана за маяк и за рынок я обоих оба каравана из баффало отправлен например в ричмон и в монгомере чтобы еду давали чтобы город рос хоть как-то так ну теперь наверное продолжаем универы хотя и гурдвару тут хочется что мы можем ускорить акведук кстати кстати я думаю что акведук вот сюда поставлю в монгомере я его следующим ходом открою ставлю здесь акведук и здесь соответственно будет производственная площадь все-таки ну опять что-то не хочется с производственной площадью спешить когда они дают юниты да ну с другой стороны они не требуют содержания да чего и не поставить да акведук будет периодически разрушаться но это не критично по-моему да сейчас в монгомере акведук и промышленную зону или или все-таки универ еще кстати еще мачупик было бы неплохо удовольствие и жилье думаю может мне не ну мне монашество очень много сейчас дает пока что надо монашество оставлять ой блин а два ходы показался я уже арбалеты открыл хотел лапнуть так наверно надо еще миссионера спасибо и дальше в теократию это монархия а в теократию у нас как тут все без диплома это и без давайте пока гильдии наверное о феодализм можно открывать все совершенно спокойно у меня вряд ли вообще где-то фермы будут проблемка у меня со всем этим ну и пожалуй на этом серию можно завершить сэрми сэрми вытаскивают из проблем спасибо что смотрите не забудьте лайкосик коментосик просто проставить и про написать как вас впечатление ну пока я думаю от афрама линкольна опять же все еще нету впечатления потому что пока не работают никакие способности посмотрим вот промышленную зону следующей серии начнем строить продолжение завтра спонсоры канала могут уже сейчас его поискать в плейлисте я записан забываю гриша в плейлисте можете прямо сейчас смотреть тоже ссылка в описании в прикрепленном комментарии слава украине живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео